В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. ДТП под Добрушем. Три машины разбиты, один погибший, два человека в больнице. В Гомеле горела машина. Наша съемочная группа оказалась на месте происшествия раньше спасателей. Лучший молодой следователь в Гомеле прошел региональный этап конкурса. 30 июня в результате совместной операции сотрудников УВД Гомельского облсполкома и Жлобинского райисполкома задержаны жители Жлобина, которые с февраля этого года занимались реализацией семян мака. Впоследствии наркозависимые изготавливали из них опий. В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело. Изъят автомобиль ВАЗ более 400 динаминированных рублей. В ходе осмотра дома одного из задержанных изъято 2500 таблеток димедрола. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий проведено порядка 20 обысков на территории Жлобинского и Бобруйского районов. Задержано два покупателя семян мака, которые изготавливали опий. В отношении одного из них также возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго потребителя. Помимо этого установлен канал поступления семян мака на территорию Гомельской области с территории Могилевской области. По результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан и арестован житель города Бобруйска, который занимался сбытом семян мака. По данным областного управления МЧС, только за сутки с 5 на 6 июля на Гомельщине сгорело две машины. Случайными свидетелями одного из таких пожаров прямо в гаражном кооперативе на улице Междугородней Гомеля стала наша съемочная бригада. На месте происшествия мы оказались на минуту раньше спасателей. Вот эти уникальные кадры без купюр. Примерно в 12 часов 50 минут в объектив телекамеры попала такая картина. Гараж и машина в огне рядом в 50 метрах владелец в шоковом состоянии. Пылающий китайский автомобиль 2007 года был на газовом оснащении. В любой момент мог произойти взрыв. Когда прибыли спасатели, пламя уже вплотную подобралось к багажной части авто, где находился газовый баллон. Сама противопожарная операция продолжалась не более пяти минут, но деревянная обшивка гаража продолжала тлеть. Была опасность, что и соседние гаражи также могут загореться. Их вскрыли с помощью специнструмента, так как у председателя кооператива не было дубликатов ключей. Среди потерпевших владелец сгоревшего авто. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации и был отпущен. К моменту прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений к месту вызова автомобиль и гараж по всему объему были охвачены огнем. Предварительная причина пожара – неисправность топливного оборудования. Владелец гаража с ожогами лица и кистей рук доставлен бригадой скорой медицинской помощи. На месте пожара работали два пожарно-аварийно-спасательных подразделения Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и следственная группа Следственного комитета по советскому району города Гомель. Гомельская область В последние два месяца у меня шесть протоколов. За последние годы наблюдается уменьшение количества лиц, занимающихся проституцией. Причины, по которым люди решают торговать своим телом, разные в большинстве случаев – это потеря работы и кажущаяся легкость заработанных денег. Я работала, выпивала, поэтому осталась из-за работы, меня угодили. Гулять хотелось, выпить хотелось, денег не было. Вот узнал, узнал, так понаслышку, узнал, что стоят девочки. Оперативная работа дает свои результаты. С 2014 по 2016 годы на территории области выявлены и задержаны две преступные группы, которые установили контроль над деятельностью лиц, занимающихся проституцией. Посредством сети интернет подыскивали клиентуру и часть вырученных средств присваивали себе. В отношении участников преступных групп возбуждены уголовные дела. Со временем многие понимают, что такой заработок отнюдь нелегкий и возвращаются к нормальной жизни в обществе. Влияет на это решение и активная работа милиции по пресечению такой деятельности. Старые проститутки, они как-то побаиваются милицию, но стали побаиваться, потому что очень часто, очень часто стали забирать. Ну, выходит, наверное, только уже молодые, которые... Ну и то они со временем начинают понимать, что не стоит этого. Бывалые автомобилисты не раз повторяют, правила дорожного движения написаны кровью. Эту народную мудрость не учел водитель из Добруша. Итог печальный. Три машины разбиты, один погибший, два человека с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Вечером 2 июля 30-летний водитель автомобиля «Опель Астра» на 23-м километре автодороги «Гомель-Добруш» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением жителя Российской Федерации. После удара «Опель» повторно совершил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении «Ниссан-центра». Виновник ДТП, а также 29-летний водитель и пассажир «Ниссана» были госпитализированы в Добрушскую районную больницу, где водитель «Опеля» через три часа от полученных травм скончался. Как выяснилось, в момент движения он не был пристегнут ремнем безопасности. Гражданин России не пострадал. Уважаемый водитель, при поездке даже на ближнее расстояние обязательным условием является пристегнутый ремень безопасности. Это сбережет не только вашу жизнь, но и бережет вас от дорожно-транспортных происшествий. 25-летний мазырянин после отдыха в диско-баре сел за руль в нетрезвом виде, не справился с управлением и врезался в дерево. С многочисленными переломами молодого человека доставили в больницу. Свидетели видели, как выпивший молодой человек садился в машину. Он проехал всего пару десятков метров, после чего и попал в аварию. Региональный этап конкурса профессионального мастерства следователей Следственного комитета Республики Беларусь на этой неделе был проведен в Гомеле. Победители и призеры будут представлять нашу область в Минске, где поборются со своими коллегами из других областей за звание «Лучший молодой следователь». О всех тонкостях подготовки молодых специалистов в материале наших корреспондентов. Убийства, разбои, кражи – это может быть десятая доля из списка преступлений, с которыми уже приходилось сталкиваться в жизни этим юношам и девушкам, выбравшим для себя профессию следователя. 40 с лишним молодых специалистов со всех районов области прибыли в Гомель, чтобы совершенствовать свое профессиональное мастерство и определить лучших для участия в республиканском конкурсе. По условиям, конкурс проводится среди следователей со стажем следственной работы менее двух лет. Большинство – выпускники 2014-2015 годов. Некоторые из них обучались на юридических факультетах различных вузов, не специализирующихся на криминалистике в уголовном процессе. Эти следователи находятся в начале тернистого пути и только сейчас начинают постигать тонкости профессии. Все следователи получили высшее образование, имеют высшее правовое образование, но с малым практическим опытом. С ними отрабатываются именно эти моменты, именно отрабатываются практические навыки производства осмотра места происшествия, назначения экспертиз и выполнения иных первоначальных важнейших следственных действий. Шесть площадок по различного рода происшествиям и преступлениям были смоделированы на учебном полигоне Института МЧС. Для максимального приближения к реальности каждой команде следователей помогал эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз. В его задачу входили мероприятия по поиску, фиксации и изъятию следов. Несмотря на то, что мы работаем в разных ведомствах, на месте происшествия мы остаемся одной командой. Мероприятия подобного рода позволяют нам поближе познакомиться с коллегами из других районов, а также обменяться с ними опытом. Каждый участник конкурса с применением криминалистической техники и специальных знаний постарался наиболее точно и правильно задокументировать увиденное, сопоставить все факты, найденные вещественные доказательства, попробовать восстановить картину произошедшего, чтобы выйти на след и опередить подозреваемого. Помимо практической части, молодым следователям в рамках конкурса предстоит подтвердить и свои теоретические знания законодательства Республики Беларусь в сфере правоохранительной деятельности, уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Проведение подобных мероприятий считаю очень полезными как для молодых сотрудников Следственного комитета, так и для опытных следователей, так как на данных мероприятиях повышается уровень практических знаний и умений следователей, так и уровень теоретических знаний. Полезное из данного мероприятия, я подчеркну для себя, это умение работать в коллективе, то есть слаженность, сплоченность. Здесь смоделированы различные ситуации, которые в обыденной жизни случаются нечасто, но здесь нам предоставлен такой шанс получить громадный опыт, чтобы в последующем, если вдруг такая ситуация произойдет в жизни, чтобы мы с ней справились более спокойно, размеренно, правильно и профессионально. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы, вы можете прислать к нам на электронный адрес de facto gomelsobaka.gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok